Давайте про пистолет. Что за пистолет у вас? Ну, если позволите, сначала я скажу про комплект кожаного снаряжения, потом перейдем к револьверу, потому что комплект кожаного снаряжения это достаточно редкий образец даже для Австралии и Второй мировой войны. Это комплект образца 1903 года. То есть к моменту Второй мировой войны, когда я мог это получить, эта вещь могла лежать на складах уже около 40 лет. В принципе, этот комплект представлял из себя офицерский комплект с большой кобурой под револьвер большого размера. В данном конкретном случае револьвер Уэбли Марк 6. Данный патент был зафиксирован в 1915 году. Револьвер, переламывающийся, имеющий систему экстрагирования стрелянных патронов. Или если вы отстреляли часть, и у вас часть нестрелянная, вы выбрасываете все одним движением. Револьвер стрелял в режиме либо двойного действия, когда вы нажимаете на спусковой крючок, и одновременно происходит взведение и выстрел, либо одинарного. Вы могли взвести, аккуратно прицелиться и спустить. Револьверы шли без изменений с 1915 года в калибре 455. Маркировки. Маркировка модели. Револьвер достаточно крупного калибра 455, что в метрической системе почти 12 миллиметров. Это ружье. Да, это довольно крупный ствол, но очень короткая гильза с небольшой навеской пороха, потому что механизм с переломывающейся схемой достаточно хрупок для больших нагрузок давления пороховых газов, и поэтому компенсировалась эта передаваемая энергия пули, что пуля буквально долбала по противнику, как кувалда, даже с маленькой скоростью. Во Второй мировой войне выпускалась версия упрощенная, удешевленная, под калибр 380 на 200. Это так называемый калибр 9 миллиметров, где револьвер становился процентов на 30 меньше, и одновременно с этим убойная его сила становилась меньше. Но такое оружие было проще, дешевле и быстрее изготавливать. Револьвер заслужил огромную любовь британского офицерского корпуса и всех военнослужащих, кому было положено носить револьверы, в частности их носили снайпера, расчеты пулеметов, расчеты минометов, военная полиция, в частности, кого представляю в данный момент я. А вот эти полки, у них какая функциональность? Что это вообще такое? Это отсечение пороховых газов и позволяет опустить револьвер, не застряв на кобуре в кобуру. Это направляющий, иначе он бы зацепился краем барабана по край кобуры. Это не позволило бы мне легко и быстро убрать эвольвер. Вот простым движением. Бросить и закрыть. Кобура, как будто, знаете, в 17 веке такие были. Они именно без изменений просуществовали в Британской империи. Вообще, в принципе, метод ношения на животе подразумевал размеры оружия и небольшое удобство его ношения, что из-за большой величины, если бы я находился в приседе, на коне или пытался бы доставать оружие из неудобного положения, мне пришлось бы, если бы оно было на боку, делать совершенно неудобные движения, вытягивая револьвер, рискуя застрять. Однако здесь, на груди, я могу сделать это достаточно легко, потому что мне нужно делать движение привычное, вверх и перед собой. Револьвер у меня закреплен, что вот тоже интересный элемент. Вы можете видеть, это ланьярд, так называемый. Крепился он либо под внешний воротник, либо под погон. В данном случае, из-за того, что я довольно высокого роста, и если мне захочется достать оружие, и оно бы висело у меня на шее, мне было бы очень неудобно, была бы очень короткая линия хвата. А так, мне позволяет длина ланьярда вытянуть револьвер на всю длину руки. Кроме прочего, если случится какая-то неожиданность, меня ударят, меня контузит, и я его выроню, я его не потеряю. Он останется висеть на ремне, и я смогу его точно так же достать и вернуться к бою. Ну а вот револьвер, это оружие чего? Это последний шанс? Это что вообще? Или с ним прям воевать можно? Любой пистолет, любой револьвер, любое оружие именно типа вспомогательного, это оружие последнего шанса. Для военного полицейского, в частности для меня, это единственное оружие, если я нахожусь на выходе в город, на охране какого-то объекта, обеспечивая безопасность на какой-то ограниченной территории или близко к линии фронта. Поверьте, если я увижу шпиона или человека, внезапно нанесшего вред военнослужащему Великобритании, Австралии или Содружеству, или любому моему союзнику, револьвера мне хватит. Шести выстрелов будет более чем достаточно, чтобы прекратить маленький поединок или обеспечить свою безопасность личную. Если же ситуация произойдет хуже, то, к примеру, в истории военной полиции, не Австралии, но Соединенных Штатов, есть момент. Все считают, что военная полиция это тыловые службы, которые гнобят военнослужащего за проступки. Однако военнослужащие и военной полиции Соединенных Штатов в момент высадки после 6 июня 1944 года в Нормандии до момента прорыва с нормандского плацдарма военная полиция защищала тылы от фронтовых частей немцев. Военные полицейские сражались самостоятельно, без помощи пехоты, танков, вооруженные лишь стрелковым оружием и изредка пулеметами, они отбивали атаки рот и батальонов немецких пехоты, СС или даже иногда десанта. За что в конце войны можно нередко увидеть военнослужащих военной полиции Соединенных Штатов, насыщих на груди боевые награды, что в принципе довольно необычно для военного полицейского. В частности у меня плашки наград как часть образа, но это награды заслуженные за военноисторические мероприятия, за фестиваль поля боя 2015 года и за участие в фестивале Ступина несколько лет назад. Слушайте, но у него такой калибр бешенючий, у него останавливающие действия, как у дробовика, да? То есть он лошадь свалит, ну скорее всего. Я не буду врать по поводу джоулей, мощности, но просто действует простая физика. Большая масса боеприпасов с даже не самой большой передаваемой энергией пороховых газов приведет к большой передаче энергии на цели, потому что большая площадь, масса, это все сработает ударно. Это какой-то монстр вообще просто. Да, поэтому его и любили. Британцы получили в свое распоряжение во Второй мировой войне самозарядный пистолет. Это был бельгийский FN Browning High Power. Бельгийцы оказались в удивительной ситуации. Их территорию оккупировали немцы, они успели частично вывести техническую документацию в Канаду и в Великобританию, но сами заводские производства и документация не скопированы, осталась на территории Бельгии. И пистолет мог сталкиваться в бою с официальными маркировками Великобритании, и одновременно с немецкой стороны, с маркировками Германии, и быть абсолютно одинаковым, без каких-либо изменений, под один и тот же боеприпас. То есть пистолет воевал по обе стороны, официально производившийся обеими сторонами. Прикольно. Прикольно. Продолжение следует...